Три года назад в Московском государственном университете был создан научно-образовательный центр компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений и комплексов. Научно-образовательный центр оснащен уникальным компьютерным оборудованием, высокопроизводительные кластеры с возможностью параллельных вычислений, что позволяет решать задачи размерностью в сотни миллионах неизвестных. Он состоит из головного узла и 25 вычислительных узлов. В том числе к четырем узлам подключены так называемые GP и GPU вычислители. Грубо говоря, видеокарты, которые используются для расчетов, а не для вывода графики. На некоторых задачах они позволяют получить просто колоссальный прирост производительности. Он оснащен мировым брендом самых мощных программных комплексов, такие как программные комплексы ANSI, SABAPUS и другие, отечественные программные комплексы, которые широко используются в строительном комплексе России. И все эти программные комплексы поставлены и используются в различных конфигурациях, необходимых для деятельности научно-образовательного центра и академическое учебное для процесса учебного, который идет у нас в компьютерном классе. И, наконец, коммерческие версии этих программных комплексов, которые позволяют нам и, главное, нашим студентам-аспирантам участвовать в реальных проектах. Через наш центр проходят, ну, наиболее такие, что называется, значимые, резонансные задачи и объекты. Это практически большая часть объектов Сочинской Олимпиады. Практически все высотные комплексы Москвы, Владивостока методически и идейно пошло, в том числе, и от тех резонансных экспертиз расследования причин обрушения спортивно-оздоровительного комплекса «Трансфальпарк» в 2004 году, басманного рынка здания, тоже больше пролётного в 2006 году, были сделаны те выводы, которые легли сейчас в основу, по сути, нормативных требований, которые предъявляются к оценке прочности, надёжности и безопасности таких уникальных объектов. И один из основных выводов был сделан в том, что необходимо готовить колени новых инженеров-расчётчиков соответствующие уровню требований, уровню вызова, которые предъявляют такие уникальные здания. Основные наукоёмкие задачи, которые поставлены и решаются в Научно-образовательном центре компьютерного моделирования, совпадают с таковыми, которые были озвучены на заседаниях Научного совета Российской Академии архитектуры и строительных наук, программой «Средства строительства и архитектуры». Если говорить о содержательной работе, научной работе, прежде всего, то это новые объекты и новые задачи, которые касаются основных экстремальных нагрузок на атомные станции нового поколения, то есть это полный комплекс нагрузок и воздействий, включая ураганные, смерчи, взрывные воздействия, сейсмические воздействия. Это, безусловно, то новое направление, которое за последние годы мы тоже подняли волну, и сейчас она уже во многом нас несёт. Это строительная аэродинамика, то есть численные моделированные задачи строительной аэродинамики для более точного определения ветровых нагрузок и воздействий как на несущие конструкции, так и на фасадные конструкции, особенно больше пролетных зданий, анализа пешеходной комфортности, Мы также включили за последние несколько лет в новую для нас работу. Это, по сути дела, компьютерное моделирование материаловедения, связанное с оптимизацией добавок в бетоне, с тем, чтобы снизить уровень напряжения и тем самым позволить ускорить процесс возведения ответственных объектов. Ну и реализуем некоторые разработанные нами методики на базе этих комплексов в виде отдельных программных продуктов. Мы назвали их специализированные исследовательские программные комплексы. На этот момент у нас есть такие комплексы для расчета снеговых нагрузок, ветровых нагрузок, уточненного анализа напряженно-деформированного состояния узлов конструкции и также программный комплекс в области мониторинга конструкций. В нашем центре работают больше двух третий – это молодые люди, это, как правило, аспиранты. Должен сказать, что активно ведутся у нас курсы и создаются новые курсы для студентов, ведутся курсы для повышения квалификации сторонних организаций строительного комплекса. Я должен сказать, что с оптимизмом смотрю в будущее как самого научно-образовательного центра, так и того направления, которое мы в нем развиваем. И основной залог в этом – это наша растущая молодежь, которая кристаллизируется здесь, которая ведет свои научные исследования, которые неразрывно связаны с практической работой, защищает на высоком уровне свои диссертации и в дальнейшем пополнит кадры, те самые необходимые кадры для математического моделирования сложных, ответственных, уникальных объектов строительства. Субтитры создавал DimaTorzok